Максим Кембель Торговля со вкусом. В Бобруське прошла предрождественская ярмарка, что предлагали горожанам. Взяли с поличным. В Могилевском районе задержали закладчиков психотропов. Изъято в общей сложности более 650 грамм особо опасного психотропного вещества. Кто зашел за черту закона. А также новые тарифы, светлый праздник и контроль на дорогах. На выходные ГАИ усилит внимание за водителями под градусом. С чем это связано? В Бобруське прошла торжественная церемония вручения орденов матери. Слова благодарности звучали в адрес 13 прекрасных дам. Строительство с господдержкой, бесплатные обеды и семейный капитал о привилегиях и не только. Мария Бересневич. Самым красивым, милым и любимым посвящается. В Первомайском районе хороший повод для встречи жительниц с главой администрации. Сказать спасибо за детей и вручить государственные награды в канун Рождества отмечает Виталий Власевич для него особая честь. Ведь в зале те, кто искренне заслуживают похвалы и оваций. А эмоции, конечно, самые положительные. Самые, скажем так, лучшие. Мало того, что у нас сейчас идут новогодние праздники, и мне выпала честь не только вручить эти высокие награды, но также увидеться с нашими мамами, поздравить их и с Новым годом, и с Рождеством Христовым, пожелать всего самого наилучшего, а главное увидеть их счастливые, радостные и очень веселые глаза. Да, действительно, подобные мероприятия в Первомайском районе города Бабуйска – это не новость. И мне очень, скажем так, радостно, для меня это большая честь, вручать подобные высокие награды нашим, повторюсь, самым любимым, самым красивым, обаятельным и привлекательным мамам. Орден матери, свидетельства и цветы из-за руголовой администрации получают сразу 13 милых дам. Это домохозяйки, молодые мамы, спортсменки, работницы городских предприятий и организаций. Самым большим количеством деток может похвастаться Татьяна Лукьяненко. Их в семействе аж девять. Ордена матери, напомним, награждают женщин, которые родили и воспитали пять и более детей. Сборщик покрышек горшинного цеха завода «Масса покрышек». Спасибо. На работе Инна Рудько – сборщик покрышек. Трудится на Белшине, а дома – любящая мама пятерых ребятишек, двух сыновей и трех дочек. Самые старшие – 13, младшие – 4. Приглашение на торжественную церемонию, отмечает Бабручанка, для нее было неожиданным. Мне было приятно. Для меня это хорошая новость в этом году. Долго ждала ее и дождалась. Вы когда-нибудь вообще думали, что у вас будет многодетная семья? Нет, никогда вообще. Даже если бы мне сказали, что у меня будет пять детей, я бы никогда не поверила. Нет. Во все кружки, во все школы музыкальные ходят и везде бесплатно. Ну, везде многодетные. Вот у меня. Ну, сын ходит музыкальную, нигде не платит. Ну, как бы везде кружки бесплатно нам. Живет счастливое семейство в многоэтажке на седьмом. Квадратные метры, а это две квартиры двух- и однокомнатные, получили бесплатно с господдержкой. Сейчас там вовсю идет ремонт. Еще немного, признается многодетная мама, и дома станет гораздо уютней. Среди других преференций и бесплатные обеды для детей. А это неплохое подспорье для большой семьи. Тебе вообще нравится жить в многодетной семье? Конечно. Хоть не скучно. Можно погулять с кем-то. Весело. Помогаешь по дому маме чем-нибудь? И чем? Да, помогаю. Посуду мою, там вот это, столы протираю, подметаю, полосушу. К слову, седьмой микрорайон, как никакой другой, славится многодетными. И это неудивительно. Именно здесь активно строится жилье и создаются максимальные условия для жизни. К новому саду, что открылся прямо около дома Рыцков, в скором времени прибавится еще одно дошкольное учреждение и 35-я школа. Всего же на территории Первомайского района проживают 1342 многодетные семьи. В Бобруйске их свыше 2000. Мария Берестевич, Андрей Богдан, Бобруйск, 360. В Могилевском районе задержаны трое закладчиков психотропов. Предварительно установлено, что подозреваемые приехали из Гомельской области в регион, чтобы забрать крупную партию психотропов для их реализации. При осмотре автомобиля у мужчин обнаружили два пневматических пистолета, одноразовые шприцы и полиэтиленовые пакеты. У 31-летнего мужчины и двух 38-летних женщин при себе и в тайнике обнаружено и изъято в общей сложности более 650 грамм особо опасного психотропного вещества. Подозреваемые задержаны. Следователями возбуждено уголовное дело. Назначены соответствующие экспертизы. В настоящее время продолжаются дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление противоправной деятельности задержанных, а также иных лиц, причастных к незаконному обороту психотропных веществ посредством закладок. В Беларуси выздоровели и выписаны 186 394 пациента с КОИ-19. Зафиксировано 204 958 человек с положительным тестом на коронавирус. Всего проведено 4 миллиона 68 тысяч 847 исследований. Такие данные приводит Минздрав. 30 тысяч наборов тест-систем для диагностики коронавируса передала Беларусь и Россия на безвозмездной основе. Их получил Республиканский центр эпидемиологии, гигиены и общественного здоровья. Дальше их распределят по медучреждениям в столице. В стране сейчас работают 60 лабораторий, которые используют ПЦР-тест-системы. Вот производство российской вакцины «Спутник Ви» на территории нашей страны начнется уже в феврале. Платить станем больше с отчельнику православных ИЦТ-2021. Сложность тестов не изменится, что еще нужно помнить. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Правительство установило новые цены на газ, тарифы на электрическую и тепловую энергию. Так, кубометром природного газа при наличии счетчика и отсутствии газовых отопительных приборов с 1 января вырос на 15%. Стоимость баллона жиженного газа увеличилась до 19,5 рублей. Подробно с постановлением Совмина можно ознакомиться на национальном правовом интернет-портале. Госавтоинспекция усилит контроль на дорогах. Повышенное внимание своевременному выявлению водителей под градусом и бесправников. В прошедшем году по вине последних произошло 30 ДТП. В них 4 человека погибли, 34 получили травмы. На территории Могилевского региона также будет проведен комплекс надзорных и профилактических мероприятий. Мониторинг продлится до 11 января. Сложность тестов, централизованного тестирования в нынешнем году не изменится, заявили в Республиканском институте контроля знаний. Напомним, состоит он из двух частей. В первой она идет под буквой А. Нужно выбрать правильный ответ из предложенных вариантов. А в Б необходимо не просто найти его, но и вписать. Здесь же изменилось количество возможностей исправить ошибку с двух до четырех. У православных верующих сегодня сочельник. Богослужения в храмах начались с самого утра. Рождество в числе важнейших праздников религиозного календаря. В этот день с появлением первой звезды у верующих заканчивается Великий пост. Считается, что те, кто причастились, станут сильнее не только физически, но и духовно. В ближайшие выходные в стране установится зимний характер погоды, сообщили синоптики. Температура воздуха будет соответствовать январским значениям. Так, в ночные часы по северу республики ожидается до минус десяти. В южных районах до трех градусов мороза, днем от одного до восьми ниже нуля. Осадки пройдут в виде снега, на дорогах, возможно, гололедится. От новогодних сувениров до продуктов к праздничному столу. В преддверии одного из главных христианских праздников, Рождества Христова, в городе прошла ярмарка. Расположилась она на социалистической, на пешеходной зоне от Карла Маркса до Держинского. Торговля стартовала в 10 утра, ассортимент весьма большой и в то же время праздничный. Дети и умерцы народного творчества, различные изделия из дерева, керамики. Неподалеку для горожан спелые вкусные фрукты, яблоки, бананы и, конечно, мандарины. Также предлагают и непродовольственные товары. Жилой комплекс «Минск-Ворд» строится с опережением установленных сроков. Каждую неделю сдаются новые дома, возводятся общественные объекты, ведутся активные работы на площадке Международного финансового центра. Именно сейчас, накануне Рождества, застройщик предлагает своим клиентам уникальную возможность изменить жизнь к лучшему и купить квартиру в комплексе по лучшим ценам и в длительную рассрочку. А для отдельной категории предусмотрены существенные скидки. Как это работает в репортаже. За прошедшие годы компания построила в Минске целый ряд знаковых жилых комплексов. Моцарт, Вивальди, Чайковский, Бетховен, Рахманинов. В прошедшем году на полгода раньше установленных сроков завершен комплекс «Маяк Минска». Новый жилой район, изменивший образ столицы. За 10 лет возведены жилые дома. Создана развитая инфраструктура. Крупнейший в стране торгово-развлекательный центр, в который приезжают из других районов столицы и даже городов. Новый пешеходный бульвар, названный в честь Пабло Пикассо, мультимедийный фонтан «Дана Танец». В Беларуси мы работаем давно и продолжим здесь активно строить и в будущем. В этом году завершено строительство комплекса «Маяк Минска». В следующем году будет сдан комплекс «Парк Челюскицев». Комплекс премиум-класса вплотную примыкающий к парку и ботаническому саду в самом центре города, устоявшаяся городская среда. Один из детских садов расположен прямо в жилом доме. Комплекс будет полностью завершен уже в этом году. Сейчас ведутся активные работы в комплексе «Минск Волд». Первый квартал комплекса был полностью завершен раньше установленных сроков. Мы наращиваем темпы. Сегодня здесь строится одновременно 65 зданий или 1200 этажей. Строительство комплекса «Минск Волд», деловым сердцем которого станет международный финансовый центр, будет завершено ранее сроков, оговоренных инвестиционным договором. До конца 2023 года. А ведь это 3,5 миллиона квадратных метров жилых и общественных помещений. Район для тех, кто ценит комфорт. «Минск Волд» — это широкие проспекты, третья линия метро. В каждом квартале школа или детский сад, всего 7 школ и 12 детских садов. Между собой кварталы соединены сетью велодорожек. Детская и взрослая поликлиника — полномасштабный медицинский центр. Первые этажи домов — коммерческие помещения. Как реализована идея шаговой доступности объектов торговли и сервиса, видно по первому полностью готовому кварталу Эмиратс. Строятся паркинги, способные вместить автомобили жителей всех кварталов. Международный финансовый центр строят в сотрудничестве с арабскими архитекторами и инвесторами, а это миллионные вложения и тысячи новых рабочих мест. Здание будет высотой в 42 этажа. «Минск Волд» построит и крупнейший в стране торгово-развлекательный центр. Мы намерены завершить работу в комплексе раньше плановых сроков. И мы гарантируем, что ваше жилье будет построено вовремя. «Минск Волд» — это возможность для каждой семьи со стабильным доходом решить квартирный вопрос. Только до 11 января действует уникальная рождественская акция. Цена за метр от 2000 рублей при единовременной оплате в строящихся домах. И от 2690 готовые квартиры в уже построенных домах, а также рассрочка на 100 месяцев от застройщика с первоначальным взносом 30%. А еще по акции скидки для работников IT-сферы, преподавателей, работников системы здравоохранения, молодоженов. И выгода 1000 рублей при онлайн-бронировании квартир. Застройщик индивидуально подходит к интересам каждой семьи, при этом сдает объекты раньше запланированных сроков. Это шанс изменить свою жизнь к лучшему. Поторопитесь, так как до конца выгодные акции всего неделя. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok